Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США достигли пика в объемах добычи нефти. Дни стремительного роста нефтедобычи в результате сланцевой революции подошли к концу. Издание Oil Price сообщило о смене стратегии работы американских нефтяных компаний. Они перешли от безудержного бурения скважин ради наращивания объемов нефтедобычи к режиму строгой финансовой дисциплины. К этому их обязывает снижение цен на черное золото. После объявленного президентом США Байденом решения о распечатывании американских стратегических резервов нефти, биржевые цены на нефть упали на треть – со 125 до 85 долларов за баррель. С учетом роста производственных издержек, наращивать добычу в текущих условиях экономически нецелесообразно. Американские компании, несмотря на рекордные прибыли от реализации нефти, сокращают инвестиции в нефтедобычу и модернизацию НПЗ и львиную часть доходов направляют на выплату дивидендов акционерам. Минэнерго США вынуждена пересматривать в сторону ухудшения планы по добыче нефти на территории страны. Глава американской компании Parsley Energy Мэн Геллахер заявил, что США уже прошли пик добычи нефти и не смогут в будущем добывать по 13 миллионов баррелей нефти в сутки. Максимальный объем нефти в США был добыт в 2015 и 2016 году, когда на пике сланцевой революции американские компании добывали по 12,9 миллионов баррелей нефти ежесуточно. В пандемийный период нефтедобыча упала на 20% ввиду сокращения спроса на сырую нефть из-за снижения объемов промышленного производства. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2022 году добыча нефти в США составит 11,7 баррелей в сутки. В 2023 году международные эксперты прогнозируют рост добычи черного золота в США, но не более 12,5 миллионов баррелей. Рост нефтедобычи в США вероятен по причине необходимости в исполнении стратегического нефтяного резерва. При этом в дальнейший рост добычи нефти на территории США западные эксперты и представители Минэнерго США уже не верят. Отмечу, что с 2015-2016 годов добыча нефти в США снизилась примерно на 8%, при этом потребление сырой нефти за этот же период выросло на 10%. Вопреки планам американской администрации по переходу на зеленую энергетику, потребление нефти в США продолжает расти. Страна ежедневно потребляет по 20,5 миллионов баррелей нефти, а добывает менее 12 миллионов баррелей. Зависимость США от импорта нефти растет и на текущий момент оценивается в 42%.